Уважаемые коллеги, точность, вежливость королей, сейчас у нас с вами 11 часов и мы начинаем запланированную встречу с вами, дорогие мои коллеги. Меня зовут Мария Леонова, я начальник отдела детских и молодежных программ компании Интурист и для начала нашей работы прошу вас написать в общем чате, хорошо ли меня слышно. Как всегда у нас с вами огромный объем информации и ограниченное время, поэтому надеюсь проведем мы его с пользой, продуктивно, информативно в этот прекрасный наконец-то первый в Москве по зимнему красивый день. Но говорить мы сегодня будем не о зиме, а о наших летних и весенних программах. Конечно, бренд Интуриста известен в России с 29 года и отличается компанией не только качественным приемом иностранных туристов на просторах нашей дорогой родины, но и своими жесткими критериями качества, которые относятся и к нашим уважаемым согражданам. Если, дорогие коллеги, к вам обращаются какие угодно условия, но за самые маленькие деньги, то это не к нам. Компания Интуриста по детскому отдыху принципиально не торгует помойками, поэтому у нас никогда нет ни критики, ни отрицательных отзывов, а есть одни только благодарности. Это касается и размещения на детских базах, это касается и размещения во время проведения экскурсионных программ. Компания Интурист умеет получать хорошие цены на хорошие объекты. Итак, начнем, дорогие коллеги, рады видеть среди вас знакомые имена и фамилии. Надеюсь, что сегодня наша с вами встреча будет, как обычно, вам очень полезна. Итак, на категорически загруженной площадке много профильного оператора Интурист, детский отдых можно найти в разделе «Хиты продаж». Это касается и сайта в том виде, в котором мы видим его сейчас, и о нашей продуктивной новой площадке. Что же мы увидим с вами, когда откроем нашу промо-страничку детского отдыха? Сейчас она выглядит следующим образом. Отдельно мы представляем экскурсионные программы. Прошу обратить внимание, дорогие коллеги, что отдельно у нас идут предложения для организованных детских групп и отдельно лагеря для розничной продажи. Предложения наши все время пополняются. И хочу обратить ваше внимание при подборе тура для групп школьников. Очень просим обратить внимание на то, что у нас есть специальные подсказочки. Сейчас на нашей страничке, где перечень лагерей для групповых заездов, есть подсказочка, какие виды спорта на какой базе или творческой деятельности мы предлагаем. В шпаргалочке по подборе базы для розничной продажи, когда целиком будут сформированы наши летние предложения, мы с вами сможем увидеть особенности того или иного лагеря, для того, чтобы вы сами могли осуществлять подбор и моментально предоставлять клиентам нужную информацию. Также у нас на этой страничке размещен очень полезный раздел, который называется «Документы для поездки». Мы сегодня с вами об этом чуть подробнее поговорим. И здесь у нас есть такой раздел, который называется «Информация по отправлению и прибытию». Конечно, он будет активен, когда наши детки уже поедут и наступит лето. Для наших питерских коллег очень актуален раздел «Работа по сертификатам». Особенностью детского отдыха также является и комиссионное вознаграждение. Конечно, для многих первым в графе «Выбор» является цена, поэтому удораживать и так совсем не дешевые программы мы не можем. Но пока есть спрос, значит, будет и предложение. По экскурсионным программам и лагерям в Болгарии компания «Интурист» дает стандартное вознаграждение 10%. По специальным программам «Терра Юник» и лингвистическим лагерям – это 7%. А оздоровительное российские лагеря – это Черноморское побережье, Подмосковье, Крым. Здесь у нас фиксированная комиссия – 2000 рублей и полторы, если это сокращенный заезд. Прежде всего, потребителями группового детского продукта являются спортивные организации и творческие коллективы. Именно у них сейчас есть какое-либо финансирование для того, чтобы можно было организовать поездку детей-спортсменов. Призываю вас, дорогие коллеги, не покупаться на самые первые сказанные слова тренеров. Ой, нам все равно где. Лишь бы дешевле. Я сам буду с детьми смотреть. Все будет отлично. Мы категорически не рекомендуем отправлять детские группы на неподготовленные для приема детей площадки. Если мы берем просто отели, то никто там не будет специально для наших детей соблюдать меры безопасности питьевого, пищевого режима. И часто тренер переоценивает свои силы как всеобъемлющий педагог. Самое главное в компании Интурист в детском отдыхе номер один – это безопасность. Безопасность для наших детей – это самое главное. Для того, чтобы не возникало задержек и проволочек, а также неприятных ситуаций при заезде детишек на базы, мы советуем повесить крупным шрифтом, может быть, разместить у себя на сайтах, выдавать каждому обратившемуся памятки, какие у ребенка должны быть документы. Очень многие не понимают родителей, зачем нужны медицинские справки. Дети едут в курортные зоны. Прежде всего, они не должны быть переносчиками инфекций и эпидемий. Поэтому в справочке формы 079У есть такая графа, которая называется профилактические прививки. Если вдруг случайно у ребенка во время отдыха началась какая-то сыпь, красные пятнышки пошли, мы видим по показаниям данной справки, что ему сделаны прививки от кори, от других заболеваний, имеющих подобные симптомы, значит, доктору будет гораздо легче поставить диагноз. Поэтому все документы, указанные здесь и указанные в определенной графе нашего сайта, про который я уже говорила, они очень важны. Итак, начнем с политических брендов. Конечно, мы с вами как патриоты, как россияне поддерживаем наше вновь возвращенное приобретение. Это Крым, действительно, прекрасные природные ресурсы. Климат Крыма очень здоровый, полезный, прекрасное состояние водной акватории. И, конечно, хотелось бы, чтобы наши дети от Крыма получили такие же положительные эмоции. Ну и говоря о том, что интурист умеет правильно делать свой выбор, сейчас мы с вами посмотрим небольшой видеоролик о нашей основной крымской базе, которая подходит для занятий всеми видами спортивной и творческой деятельности. База эта называется Олимп, у нас специальная программа, находится, она занимает территорию санатория Прометей. Это Евпатория, лучший детский курорт. Ну, давайте сейчас попробуем посмотреть. Продолжение следует... Всем здравствуйте! Мы находимся в солнечном месте, где расположился детский санаторий Прометей, который существует с 1961 года и по сей день радушно принимает всех детей нашей страны. Ну что, начнем экскурсию? Вот мы и нашли в санатории Прометей человека, который отвечает за всю педагогическую часть, за все культурные программы, которые проходят здесь на протяжении всей смены для детей этого санатория. Валерия Кимовна, расскажите, с чего складываются ваши программы, что дети получают здесь на протяжении всех этих дней, которые они пребывают здесь в солнечном Крыму? Ну, в первую очередь, наша программа построена на спортивно-оздоровительном направлении и, конечно, чтобы они познакомились с традициями, с бытом Крыма, с флорой, пауной. И вся программа у нас построена с утра до вечера. У нас идут какие-то викторины, спортивные соревнования, спортивные конкурсы и развлекательная вечерняя программа. Сейчас, в данный момент, у нас много отдыхает групп спортивных школ, спортивных клубов. И поэтому у нас программа в основном построена на вечерние мероприятия. В дневной у них усиленные тренировки. С каких городов в основном прибыли детки? У нас и Воронеж, и Нижний Новгород, и Санкт-Петербург, и Москва, и даже Якутия. Ну, что бы хотели пожелать родителям, чтобы они посмотрели и поняли, что я хочу, чтобы мой ребенок проводил время в Прометее. Что такого есть здесь интересного в этом месте? Ну, в первую очередь, мы стараемся раскрыть свою программу так, чтобы ребенку самому захотелось где-то себя проявить. Для этого у нас есть различные кружки, хореографические, вокальные, спортивные, очумелые ручки. То есть мы стараемся, чтобы у детей было разноплановое, досуговое их жизнь, что они каждый мог свой потенциал где-то проявить. Вот они красивые, счастливые и спортивные дети санатория Прометей. Ну что, давайте знакомиться. Расскажите, откуда приехали? В Днежный Новгород. Каким видом спорта вы занимаетесь? Мы занимаемся плаванием. А расскажи, что тебе нравится в санатории Прометей? Вожатые. Девочки, расскажите, что бы вы хотели с собой увезти вот из этого санатория? Какие эмоции посещали вас за все эти три недели пребывания здесь? Солнышко хотим отсюда увезти. У нас нет в Нижнем Новгороде солнышка. Ну а как вам море? Черное море, Крымское, такое красивое, лазурное. Понравилось? Да, очень теплое. Море просто прекрасное, теплое, хорошее. Спасибо. Ну что, на следующий год приедете в Прометей? Да, мы приедем, да. Вот такие вот ребята из Нижнего Новгорода сейчас будут в бассейне показывать то, на что они способны и чему научили все их тренера. Видно, что вожатые в санатории Прометей работают от души. Здравствуйте, как вас зовут? Тимур. Тимур, расскажите, откуда вы приехали лично, откуда все ваши дети, с которыми вы сейчас занимаетесь? По-разному. Из Москвы, кто-то из Крыма, кто-то из Липецка, кто-то из Южного Бутова. Сам тоже из Москвы, поэтому в основном исключение. То есть вы здесь целое лето или только вот смена? Я уже полтора месяца здесь. Хотелось к морю, к работе, к детям, к учебе какой-то обучать, работать с ними. Ну, ребята, расскажите вы, как у вас эмоции, впечатления от времяпровождения в санатории Прометей? Нам очень нравится. А что нравится особенно? Ну, нам нравится проходить квесты и ходить на разные интересные кружки. Ну что, в Прометей могут быть только активные, спортивные и позитивные ребята, которые приехали, не знаю, наверное, со всех уголков нашей страны. Рассказывайте, откуда приехали? Оренбург. А вы, девчонки, откуда? Мы с Оренбург, мы команда. А, вы одна команда. Скажите, каким видом спорта вы занимаетесь? Плавание. Вот какие спортивные, еще совсем юные, но уже так круто играют тут в футбол на песке. Да, мы сюда приехали на сборы. То есть вы летом готовитесь, а осенью уже показываете результаты? Да. Ну, скажите, что вам больше всего понравилось в Прометее? В санатории вы впервые в нем или уже бывали когда-то? Впервые, впервые. Впервые. А что понравилось больше, больше всего? Дискотеки. То есть вы еще вечером успеваете после тренировок зажигать на дискотеке? Ну и что, вам удачи, хороших тренировок и приезжайте чаще в Прометей и в Крым. Радуйте всех своей спортивной формой. Итак, друзья, мы с вами посмотрели ролик про Прометей. Значит, акценты, про которые не сказано было в кино. Первая линия, огромнейшая территория, просто огромная. Самое главное, очень удобно, корпуса разной комфортности и, соответственно, разной цены. Кто что хочет. Тренеры, которые приезжают с детьми, занимаются процессом тренировок. Здесь очень удобный формат 12 плюс 1. Наверное, самый лучший из всех наших предложений. Работают педагогами на отрядах. Педагоги из школ Крыма. Работают аниматорами наши ребята, московские, которых мы отправляем на лето. И они занимаются анимацией. Детям очень нравится. У нас очень много возвратных групп туда. К счастью, рекреационные возможности санатория. Они велики и помогают нам радовать наших клиентов. Отвечаю на вопрос Екатерины по поводу прививок. Если ребенок не делает прививки, да, есть родители, которые от этого принципиально отказываются, то в форме номер 79 указано, прививок ребенку не делалось. Просто это помощь врачам. Не то, что мы хотим кого-то разделить, ты поедешь в лагерь, ты нет. А если знает доктор, да, что нет прививки от краснухи и появляются какие-то симптомы, значит, она может подозревать этот диагноз вирусный. Вот исключительно для этого. А так, всех любим, всех принимаем. Еще раз повторюсь, что огромное количество видов спорта на территории Прометея. Но, помимо этого, еще и творческие коллективы у нас сюда любят ездить. Огромное, конечно, желание у пловцов, но бассейнов на территории России, на детских базах, их минимальное количество. Итак, соотношение цена-качество, многопрофильность. Это лагерь, который называется Олимп на базе санатория детского Прометей. А вот для творческих детей или для деток, которые занимаются футболом, волейболом, баскетболом, хотелось бы предложить базу, где огромный-огромный свой творческий баланс, грандиозная костюмерная, специальные площадки для тех, кто занимается танцами. Но при этом очень скромненькие условия, специально вот картинки мы разместили те, которые они есть. И самое главное, в отличие от многих, кто ограничивает заезды только заездами по 21 день, этот лагерь идет навстречу и принимает деток на 2 недели. Если мы с вами видим, что где-то 29 тысяч, это у нас стоимость на 21 день, то есть те, кому нужно уложиться в 20 тысяч по бюджету, этот лагерь можно рекомендовать. Но помимо всемирно известной здравницы Крыма, у нас есть еще одна здравница, которая считалась испокон веков советского здравоохранения самым крупным детским курортом. Это Анапа. Анапа привлекает песчаными пляжами, сочетанием морского и степного климата, что в принципе уже само по себе дает неплохой оздоровительный эффект. Но при этом, при всей моей грусти, хочу вам сообщить, дорогие коллеги, что каждый год количество детских баз на территории Анапского района, оно все уменьшается, уменьшается, уменьшается и уменьшается. Конечно, колоссальные требования Роспотребнадзора, всяческих запретительных служб, которые просто хотят, наверное, погубить наш с вами детский туризм. И Анапа наиболее уязвима, потому что огромное количество старого фонда рекреационного и дорогая земля, дорогие продукты. Ну, в общем, из 450 детских здравниц, которые находились на территории Анапского района в советское время, два года тому назад было 139, а вот в прошлом году официальное разрешение открыться как детский лагерь, получили всего лишь 47 баз. Посмотрим, что будет в этом году, но интуристу, конечно, проще, потому что, еще раз повторюсь, у нас свои критерии и очень высокие требования по качеству предоставляемых услуг. Ну и показателем такого качественного детского отдыха можно назвать детский санаторный комплекс ВИТО. Кстати, бронирование на него уже сейчас идет со страшной скоростью, хочу вам сказать. Здесь предоставляются очень хорошие условия для тренировок, также практически по всем видам спорта. Это первая линия, очень качественное размещение. И интересная программа, детям некогда хулиганиться, заниматься всякой ерундой, тогда, когда им интересное у них не остается, на безобразие просто не остается свободного времени. Очень хорошо готовят педагогический коллектив, здесь и розничная, и продажа. Для групп у нас есть, хочу просто сразу сделать акцент, что во всей Анапе категорически ни о каких бесплатных местах у педагогов не идет. Поэтому, ну, это еще лучший случай, что педагог едет по цене детской путевки, поэтому 15 плюс 1, 20 плюс 1 здесь у нас никак не получится. Мы стоимость педагога вынуждены разбивать на стоимость детей. Ну, цену вы видели, дорогие коллеги. А вот если мы берем лояльность и ценовую планку, то, конечно, бассейна здесь нет, но здесь прекрасные площадки для тех, кто работает с мячом. Баскетбольный, волейбольный, пляжный волейбол, теннисные корты. Здесь есть, где тренироваться танцором. Это Витязева, это база отдыха Витязева, но она имеет все разрешительные документы. Для того, чтобы заниматься детским отдыхом, это качественные предоставленные номера, как и положено, пансионату, но пятиразовое питание, как в детском лагере, и наличие анимации. Ну, давайте, чтобы я не была голословной, посмотрим, что нас ждет Витязева. Витязева 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь у нас с вами горы, которые закрывают от всех холодных ветров, море представляет из себя маленькие бухточки, которые прекрасно прогреваются, поэтому купальный сезон. Здесь открывается иногда даже раньше, чем в Анапе. Субтитры сделал DimaTorzok Федеральный молодежный центр «Орленок». И четко следуя своим традициям и принципам, в этом году мы предлагаем небольшое количество баз, но баз очень качественных. Начать я хочу с морской волны, это наша основная база, с которой мы работаем много лет. Зарекомендовала она себя очень хорошо по всем видам спорта, за исключением плавания, хотя пловцы ребята приезжали, им в акватории делали дорожки, так как пляж здесь свой. Его подсыпают. Вообще лагерь представляет из себя такой небольшой полуостров. К восторгу этим лагерям хочу сказать, что здесь очень хороший хозяин. Не только тем, что он очень любит детей, а он хороший как хозяин. Помимо детских баз, которые у него есть, у него несколько ферм, и поэтому детей здесь кормят на убой чистейшими, экологически чистыми продуктами и свежайшими. То есть с фермы на кухню, если яблочко в саду висело еще с утра, то на полдник оно уже у ребенка на столе. И никаких ограничений по добавке нет. Огромнейшая территория, очень зеленая. Респект огромной педагогической команде. Третий год она будет на этой базе. Первый год мы делали эксперимент, но остались очень довольны. Ростовский педагогический университет проводит программу путешествий. И даже очень загруженным спортивным командам очень интересно участвовать в мероприятиях. К тому же дети спортсмены, они нуждаются иногда в разгрузке и ходят с удовольствием на кружки, которые здесь очень интересные, очень творческие. Комфортабельные условия размещения, номера с удобствами, но практически все наши базы – это очень комфортные условия размещения. И так как заслужила эта база, скажем так, уже свою славу, то квоты уже очень ограничены и по раннему бронированию можно успеть, но, в общем, надо торопиться. Соотношение цена-качество – беспроигрышный вариант. Давайте посмотрим. Теплое Черное море. Туапсинский район, поселок Лермонтово. Именно здесь расположился детский оздоровительный лагерь «Морская волна». Зеленая территория лагеря наполнена различными ландшафтными решениями, чтобы дети в полной мере ощутили всю красоту и разнообразие юга. Вдоль территории лагеря раскинулся живописный горный хребет, тем самым закрывая лагерь от ветров. На территории расположены фонтанчики с питьевой водой. Дети проживают в комфортных корпусах с балконами и даже верандами. Размещение детей в трех, четырех и пяти местных номерах с видом на Черное море. Гуляя по лагерю, вы встретите экзотические виды деревьев, которые наполняют воздух непередаваемым южным ароматом. Дети находятся в безопасности на охраняемой территории под присмотром вожатых. Насыщенная развлекательная и обучающая программа проходит в тенистых беседках. Развитие творческих способностей детей – одна из ключевых задач лагеря «Морская волна». В лагере важное место занимает спорт – настольный теннис, футбол, волейбол, баскетбол и другие игровые виды спорта. В лагере постоянно работает медицинский пункт, где квалифицированные медработники оказывают необходимую помощь и ведут осмотр детей. Пытание организовано в светлой столовой, где пять раз в день принимают пищу. Особая гордость лагеря – собственная набережная, идущая вдоль моря. Собственный просторный галечный пляж – одно из любимых мест детского оздоровительного лагеря «Морская волна». Добро пожаловать! Итак, дорогие коллеги, Туапсинский район, лагерь «Морская волна». Мы предлагаем его и для организованных групп, и для розничной продажи с перевозкой и сопровождением. Но наши розничные предложения – это тема нашего следующего вебинара, на который, надеемся, мы вас сможем пригласить. Но это будет уже в марте. Итак, «Морская волна» как воплощение, собственно говоря, стандартов детского отдыха от «Интурист». Не крупный курортный город, а небольшой поселок, полностью замкнутая, закрытая территория. Собственный пляж, сертификаты на все виды продукции, которыми кормят детей. Удобство с размещением в номере, многофункциональные площадки, отличная анимационная программа. И про медпункт мы с вами сейчас здесь смотрели, собственно, в ролике. Но лагерь, в общем, имеет лицензию на медицинскую деятельность. И если ребенку нужно оздоровление, то, конечно, какие-то процедуры ему будут делать. И есть еще один лагерь высокой категории. Это новинка этого года. Объясню, почему он является новинкой. Потому что «Шахтинский текстильщик», несмотря на такое смешнючее название, тем не менее, был очень востребован у нас. РЖД, Газпром. И, в общем, дети из таких элитных подразделений здесь отдыхали. Он действительно очень хорош. И такое же соотношение цена-качество. Если у нас морская волна с вами находится на берегу собственного пляжа, то, так как у нас расположен в Ольгинке шахтинский текстильщик, то здесь детки проходят на пляж по туннелю. Это, в принципе, не составляет никакого для детей труда. Им нравится, все очень хорошо, все очень весело. Пляж хороший. Итак, давайте посмотрим, что же из себя представляет сейчас шахтинский текстильщик, мест на которое осталось тоже не так много. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Детишек Добавил субтитры DimaTorzok 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 Каждый обязательно сможет себе что-то подобрать Уже зарекомендовавший себя в шкарпиловцах лагерь «Морские дюны» Подходит тоже для различных видов спорта Вода площадки бесплатна Вместимость общая лагеря – это порядка тысячи детей Расположен он сейчас на трех территориях, объединенных в одну И, конечно, это группы, группы, группы. Ну, а если это олимпийские размеры, олимпийские требования, то, конечно, нет ничего лучше, чем лагерь правительства Москвы, Камчи известны. Здесь действительно олимпийские стандарты подхода к спорту, но при этом детей и развлекают, и очень хорошие условия размещения предоставляют для тренеров. Но есть один минус у Камчи. Это цена, как мы с вами видим. Где-то порядка 500 евро на две недели, но это, конечно, стоимость без авиаперелета. Но если высокие стандарты, если спорт больших достижений, если есть спонсоры, если это школа олимпийского резерва, у которых есть финансирование, то, конечно, Камчи, 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 ура. Но, к сожалению, не у всех деньги есть. Мы с этим должны с вами мириться, ведь наше дело – это бизнес, мы хотим помочь людям, но при этом, конечно, хотим заработать. И поэтому продолжаем пролистывать наши универсальные базы, Солнечный берег, Санни Кэмп. Все цены очень-очень лояльны. Вокруг самой базы расположены площадки, они будут платные, но это порядка 1-2 евро. Это не те деньги, которые нужно платить, размещаясь в 4-5-звездочном отеле, где есть точно такие же эти площадки. Ведется анимационная программа, территория полностью закрытая, охраняемая группа у нас туда уже есть, и они идут с удовольствием. Если нужно эконом, чтобы ничто детей не отвлекало от тренировок, но при этом еще и родители хотят присоединиться и помогать тренеру, то прекрасный вариант – это Аврора на Святом Константине и Елене. Мы тоже видим здесь такой оригинальный, но большой бассейн, который подходит для тренировок, и самое главное, очень многим подходит цена. Черноморец, Понтика – отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить автономно стоящий корпус гостиницы, замкнутая периметром территория, но при этом хозяева молодцы, потому что они договорились с местными, сам поселочек небольшой, но при этом у него очень хорошие школьные площадки и площадки училища. Это стадион, это крытые залы. При очень скромной цене можно прекрасно потренироваться. Про систему Росица я говорить не буду, она достаточно широко раскручена, все хорошо, сочетание цена-качество. Единственное, что, конечно, уже осталось очень мало мест. Ну, а те руководители, которые хотят очень-очень задешево вывести детей, просто оздоровиться или провести какие-то обучающие уроки, у нас есть такое понятие, как выездные школы, они сейчас очень популярны, запросов очень много по организации, то можно взять просто отели, которые соглашаются принимать детей. Поверьте, такие не все, далеко не все. На Золотых Песках, немножечко так в отдалении стоит отель «Диана». Нас он устраивает по охраняемой территории, по своей хорошей репутации и замечательному питанию, которое подходит и для детей в том числе. Итак, переходим к закону творчеству и документообороту. Мы с вами, к сожалению, абсолютно не знаем свои льготы и свои права. От нашего любимого государства так хочется хоть что-нибудь получить. На самом деле все, кто имеют детей несовершеннолетних, имеют такую прекрасную возможность. В любом уголке России можно возместить частично или почти целиком летний отдых ребенка, обращаясь в соответствующие службы. К сожалению, во всех районах и во всех областях данный функционал разбросан, начиная от Министерства образования и заканчивая социальными службами. Но пенсионный фонд, кому только не поручают выдавать эти компенсации. На самом деле нужно просто этим заняться. Очень родители есть продвинутые, и поэтому будут задавать вопросы. Так, у меня по компенсации. Вы обязательно бронируя в группе Иванов, Петров, Сидоров по компенсации. Для чего это нужно? Органы, которые выплачивают родителям деньги, требуют от них некие бумаги. В том числе и печатный образец путевки. Вот бумажная путевка, как была еще в советские времена. Сейчас, конечно, лагеря их уже практически не печатают, за исключением небольшого количества для таких случаев. Поэтому, если мы знаем точно, что по компенсации едет какой-то ребенок, что будут родители потом получать компенсацию, лучше, если это будет не спустя 3-4 месяца, когда ребенок вернется из лагеря, и мы ничем помочь не сможем родителям. Спрашивайте лишний раз. У тренеров, руководителей групп, у родителей спрашивайте. Потому что нам нужно будет заказывать в лагерях путевку, чтобы ребенок вернулся из лагеря с обратным талоном путевки с печатью. Это является подтверждающим документом о том, что ребенок на отдыхе был, и потраченные родителям деньги подлежат какой-то компенсации. Просим вас обязательно обращать на это внимание. В некоторых областях сейчас запустили программу сертификатов. Впереди планета Си, у нас наша культурная столица, город на Неве, Санкт-Петербург. В течение летнего периода аж 4 сертификата можно получить на каждого ребенка. По прошлому году была эта сумма почти 15,5 тысяч. И Ленобласть, Мурманская, Архангельская область, какие-то северные регионы, они тоже имеют свои сертификаты. Но сертификаты Санкт-Петербурга, вот те лагеря, которые мы с вами сейчас пролистали, они все зарегистрированы в центре, который называется «Молодежный», который выдает эти сертификаты. То есть по этим базам компенсация по сертификатам выдается. Но это для жителей Санкт-Петербурга, смотрите в отдельном разделе. Ну, работа с группами не ограничивается только спортсменами. Сейчас настигают, надвигаются на нас весенние каникулы и майские праздники, и поэтому продолжим. Мы, наше с вами путешествие по особенностям данного туристического продукта. Детский отдых, он замечательный. Детские путешествия тоже замечательные. Дети умные, образованные, очень талантливые, воспитанные, вежливые. Но самое плохое, конечно, в детском отдыхе – это родители и учителя. Очень часто учителя пытаются составить программу по своим собственным соображениям, которые, может быть, до 10, 30 и даже 10-летней давности. Вот такой затертый бренд, что Москва – дорогой город, мы каждый раз пытаемся развенчать. Еще раз повторюсь, что компания Интурист умеет получать на хорошие объекты хорошие цены. Поэтому ни в каких хостелах, ни с какими гастарбайтерами мы категорически детей не серим. Дети у нас живут только в хороших отелях, которые имеют звездность, которые имеют стационарные точки питания, которые имеют лицензию на детское питание. Тоже касается и объектов, где мы предоставляем обеды, ужины группам, в том числе и транзитным. Ни о каком Макдональдсе речи не идет. Повторяюсь, безопасность. А это и размещение, и питание, и транспорт. Мы соблюдаем все нормы, которые еще, правда, не приняты все-таки у нас. Но, тем не менее, мы заблаговременно их соблюдаем. И по возрасту автобусов, по квалификации водителей, по оснащению машин-системой ГЛОНАСС. Ну и, конечно, внимательно прислушивайтесь к нашим рекомендациям. Потому что, конечно, нам лучше знать, от какого объекта до какого, сколько проехать, сколько на это уйдет времени, где при этом лучше покормить, где выйти сфотографироваться. Поэтому Москва не только центр сосредоточения, огромного сосредоточения музеев, комфортного размещения, хорошего питания, положительных эмоций, но еще и Москва – это город, где можно получить очень-очень много чего бесплатно. Потому что в Москве один фестиваль плавно перетекает в другой. И посещаем мы в ходе наших экскурсий эти фестивальные площадки, приобретаем какие-то сувениры, просто глазеем, развлекаемся и привозим домой новые эмоции. Хочу напомнить, что у нас прекрасные программы по Санкт-Петербургу, поэтому популярность программ «Две столицы» она всегда будет актуальна. Наши петербургские коллеги с опережением графика уже повесили летние программы. Даже на лето цены есть. Хочу обратить ваше внимание, что есть программы «Лайт», есть классика, есть интерактив, вообще замечательные. Но есть в Петербурге «Алые паруса». И кто-то где-то что-то в каких-то городах, краем уха слышит, мы хотим на «Алые паруса». Уважаемые коллеги, «Алые паруса» – это фестиваль выпускников, это праздник выпускников только Санкт-Петербурга. Только школьники Санкт-Петербурга принимают в нем непосредственное участие. Можно приехать в Питер, можно присутствовать где-то рядом, смотреть, как все это красиво, но на саму площадку попасть невозможно. Но зато на все площадки можно попасть в замечательном Болгограде. Вы знаете, этот туристический город набирает свои обороты. Мы очень рады качеству предоставления услуг. У нас были группы «Газпромовские», у нас были и иностранные туристы, у нас ездили детишки с очень небольшим достатком. И для каждого люди этого широкого, потрясающего города находят свое. И разнообразие программ по Болгограду, оно, в принципе, достаточно велико. Очень много есть объектов, где можно сэкономить на транспорте, приехав в одну точку, обойти все музеи, которые там есть. Потрясающее впечатление на детишек производит Волжская ГЭС. Это уже промышленный туризм, не только патриотические программы. При этом здесь есть и старая Серепта. Это остров, где немецкий квартал. В общем, самые разнообразные впечатления. Но при этом стоит заметить, что рекреация в Болгограде не так велика, поэтому, конечно, все нужно бронировать заранее. Ну, наш излюбленный тренд экскурсионный – это Сочи, который пользуется популярностью в любое время года на самом деле. Тем более, что сейчас много нового появилось в этом замечательном городе. программочки у нас уже стоят. Так как очень-очень-очень-очень много объектов размещения, то, соответственно, огромная конкуренция и очень задешево, можно очень нормально разместить детские экскурсионные группы. Но при этом не стоит забывать, что Сочи сейчас является городом всесезонным, поэтому глобального такого падения цен на межсезонье или пустоты дорог, в общем, мы не наблюдаем. Еще теплая, замечательная атмосфера ждет туристические группы в Крыму. Но хочу заметить, что не все объекты являются всесезонными. И, конечно, не все объекты размещения являются всесезонными. Поэтому выбор отелей, он не так велик. Следует обратить на это внимание. Но здесь все виды туризма мы с вами можем затронуть. Это и военно-патриотические, и исторические программы. Здесь и татарская культура, и династия Романовых, и все наши знаменитые фамилии, и Голицыны, и Румянцевы, и, конечно, литературная тематика. Ведь много писателей проводило время в Крыму. Коллекция Айвазовского. И то, что сами крымчане сейчас очень хотят как можно больше дать, конечно, создает такую приятную атмосферу. И также стоит заметить, что, как и в Москве, в Крыму не прекращается фестиваль, за фестивалем проходит. Поэтому какие-то бесплатные зрелищные площадки можно усмотреть. Ну и, конечно, Крым пользуется популярностью еще потому, что весна в Крыму – это прекрасно. Это тепло, это красочно. Это совершенно невероятная атмосфера. Ну и с наших родных Пенат, конечно, перебираемся в Европу, Белоруссия – лидер осенних, весенних программ. Потому что именно эта страна дает нам возможность и пропутешествовать в прошлое, и пропутешествовать в Европу, и показать наше замечательное настоящее. При этом, что туры в Белоруссию у нас, конечно, они сугубо фиксированы, сугубо только в рублях. Наши партнеры по Белоруссии – одни из самых замечательных людей этого дружественного нам государства, потому что ребята не только занимаются туризмом, но они все еще являются преподавателями исторического факультета Минского национального университета. Поэтому их познания глубоки, но ко всем программам они подходят очень творчески. Поэтому какой-то интерактив, какие-то веселые нотки присутствуют в каждой нашей программе, и это очень нравится, кстати, как детям, так и взрослым. И ехать туда недалеко, и климат не надо менять, но при этом замки, костелы, история Литвы, история России, история Польши – все переплелось на этой земле. Ну и, конечно, военно-патриотическая тема, которая особенно близка в период майских праздников, она здесь найдет наилучшее отражение. Ну, если уж совсем передвигаться в Европу, то, конечно, следует отметить и Калининградскую область. Почему? Потому что Калининградская область у нас – это территория Южной Пруссии. Калининградская область у нас – это территория Южной Пруссии. Это все совсем-совсем-совсем другое. Невозможно представить себе, что вот так вот маленький клочок России, который находится на самом западе, дает нам представление о европейских курортах, о европейских маленьких городках, о прекрасной архитектуре, но при этом современный музей Мирового океана, 95% добываемого во всем мире янтаря и, конечно, философия Канта. Итак, дорогие друзья, хочу обратить ваше внимание на еще раз документы для группового путешествия. Все это у нас указано на сайте, но очень многие не знают, что даже передвигаясь по территории России в сопровождении педагога либо тренера на руках группа должна иметь согласие на сопровождение. Не стоит пугаться, что нужно бежать к нотариусу и оформлять этот документ. Нет. Он пишется совершенно в свободной форме, образец или уже висит, или в скором времени будет висеть у нас на сайте. В нашей предыдущей презентации мы использовали этот образец, он есть в архиве, можно посмотреть. Согласие на сопровождение, для чего нужен этот документ. Сейчас даже отели не селят детей, если они не понимают, кто будет за них отвечать. Поэтому согласие на сопровождение требуют в отеле, требуют при посадке в транспорт. Если вдруг происходит какой-то страховой случай, с ребенком случается, нужно принимать решение по медикаментам, по госпитализации, по срочной операции. Такой документ, он просто необходим. Если мы выезжаем за границу, то это нотариально заверенное согласие на сопровождение от двух родителей. Выход для мамочек-одиночек, если у них все-таки отец в свидетельстве о рождении зарегистрирован. Но где таковой, неизвестно. К сожалению, немало семей у нас еще в таком неприятном положении находится. Мамочка берет выписку из домовой книги о том, что по данному адресу проживает она и ее ребеночек. И справочку из милиции, что местонахождение отца неизвестно. Эти документы являются подтверждением того, что согласие от второго родителя не требуется. Если у вас еще остались вопросы после нашего краткого экскурса, я еще минут 5-7 могу на них поотвечать в разделе «Вопросы». Рекомендую вам сохранить нашу презентацию. Вы можете использовать ролики, вы можете использовать списки документов, которые представлены на слайдах. И, конечно, я буду рада встретиться с вами вновь на нашем вебинаре, который будет посвящен уже розничным продажам. Итак, сегодня мы с вами говорили о групповых путешествиях, об организации спортивных и творческих сборов, а также по экскурсионным программам. Я была рада встретить вас вновь. Благодарим площадку АТОР за предоставленную возможность нашей встречи, наши контакты. Вы знаете, вы их видите. Ждем, дорогие коллеги, ваших запросов, ваших групп. Ну, а вам, конечно, удачного дня и удачных будущих сезонов. Итак, до встречи, дорогие коллеги. Я была рада видеться.